Добрый день! Мы сегодня рады представить вам кейс, который был сделан компанией Philips и агентством Carat. Со мной Анастасия Годнева, social media manager компании Philips. Меня зовут Вячеслав Зябкин, я digital director в агентстве Carat и мы рады вам рассказать, как в прошлом году компании Philips удалось помочь тысячам жителей городов России самым загрязненным воздухом начать дышать полной грудью и, что важно, здоровым, безопасным для себя и своей семьи воздухом. Почему, в принципе, мы решили говорить об этой проблеме и откуда взялась эта компания? Дело в том, что в России, согласно данным Росгидромета, не менее 20 городов, даже более, к сожалению, находятся за чертой допустимого загрязнения воздуха. Это значит, что люди, которые живут в этих городах, они находятся под риском изникновения заболеваний дыхательной системы, аллергии и многих других негативных последствий дыхания таким воздухом и нахождение в такой атмосфере. При этом нужно также отметить, что существуют еще десятки городов, где этот показатель периодически также превышает предельно допустимый уровень, потому что где-то сезон влияет, где-то погода, где-то какие-то другие события. И что самое страшное, жители, большинство жителей этих городов даже не знают о такой проблеме, они не понимают, что она существует и, соответственно, ничего не делают для того, чтобы с ней как-то бороться. А бороться нужно, потому что здоровье, это, наверное, самое важное, что у нас есть. Я передаю слово Насте, чтобы она подробнее рассказала о том, как этот аудиторный инсайт нам удалось интегрировать в медийную кампанию, которую мы проводили в прошлом году для Philips. Да, действительно, тренд на здоровый образ жизни, к счастью, начинает приживаться в России. И мы все уже выучили, что нужно выпивать 2 литра воды, заниматься спортом и следить за правильным питанием. Но при этом о важности качества и чистоты воздуха по-прежнему говорят немногие, а напрасно, потому что это действительно серьезная проблема. Немногие знают, что качество воздуха дома может быть до 5 раз хуже уличного, потому что помимо уличных загрязнителей, таких как выхлопные газы или выбросы из производств, а также пыльца растений, дома мы можем сталкиваться с шерстью животных, различными аллергенами, пылью, неприятными запахами, а также опасность представляет, например, новая мебель, которая может выделять фармобегид. В компании Philips мы стремимся улучшать качество жизни людей, предлагая потребительские товары для поддержания здорового образа жизни, а также широкий спектр медицинской продукции для своевременной диагностики и лечения заболеваний. Если говорить про проблему качества воздуха, у нас тоже есть решение, это климатические комплексы 2 в 1. Как они работают? За счет четырехуровневой системы фильтрации они очищают воздух как от крупных частиц, таких как, например, шерсть, пыль, но также от частиц размером до трехтысячных микрон. Чтобы был примерно понятен масштаб, это в 800 раз меньше, чем широко и печально известные частицы PM2.5. И, конечно, чтобы рассказывать о таком сложном продукте, нужно начинать с самого начала, нужно начинать с поднятия осудомленностей о проблеме качества воздуха в целом. И что же мы сделали для решения этой проблемы с точки зрения компании? Чтобы рассказывать о проблеме качества воздуха, мы нашли поставщика данных компании Бризометра, которая отслеживает уровень загрязнений во всем мире. И они мониторят не только частицы PM2.5 и PM10, но и также, например, уровень озона, окис углерода, оксид серы. И все вместе позволяют формировать индекс качества воздуха, который отображается в режиме реального времени на их интерактивной карте. С помощью компании iTarget мы подключили данные и сигналы от Бризометра к рекламной кампании, к рекламному кабинету Facebook. И отобрали 51 город России с нашей целевой аудиторией. И стали запускать рекламу там и тогда, когда уровень качества воздуха опускался ниже средних значений. Мы использовали персонализированные видео, в которых отображался индекс качества воздуха в конкретном регионе в данный момент, а также указывалась конкретная локация. Данные обновлялись каждый день. И если, допустим, в каком-то городе уровень качества воздуха улучшался, то такая реклама отключалась. А если он менялся в другую сторону, то информация на наших креативах автоматически обновлялась, и компания продолжалась. При этом каждый день в ходе нашей рекламной кампании запускались десятки новых постов и креативов, и все это происходило в автоматическом режиме. Собственно, на этом слайде вы можете увидеть скриншот из того самого видео, персонализированного, где видно средний уровень загрязнения в конкретном Москве. И человек, который находится сейчас в этом городе, он увидел, в принципе, текущее абсолютно реальное состояние воздуха, и для него это было сигналом для того, чтобы обратить внимание на эту проблему. Несмотря на такую сложную механику, компания была достаточно охватной, и в течение размещения нам удалось охватить более 5 миллионов человек. Компания состояла из двух этапов. На первом мы людям с помощью видеоформатов в Facebook и Instagram рассказывали о проблеме, старались акцентировать их внимание на том, что качество воздуха в конкретно их городе ниже допустимого уровня. При этом для нас основными медийными показателями служили досмотры видео. И нужно отметить, что за счет какого персонализированного подхода нам удалось достичь очень высоких медийных показателей эффективности. В частности, в два раза выше был уровень досмотра ролика, чем мы планировали, при том, что сами ролики для соцсетей были достаточно длинными, а именно 15 секунд. И стоимость финального досмотра оказалась очень невысокой для таких соцсетей, как Instagram и Facebook, а именно менее чем полтора рубля. Вторым этапом мы на этих же людей, которые посмотрели видео, размещали уже конверсионные форматы, а именно карусели, в которых рассказывали о продукции Philips, о климатических комплексах, о их преимуществах и о том, как они могут позволять решать проблему грязного и некачественного воздуха в жилище. И у человека была возможность сразу же перейти в магазин и сделать заказ. Основными медийными киперами для этого этапа была конверсия до заказа и стоимость лидов. Здесь также нам удалось значительно перевыполнить планы. В конверсии это более чем в два раза более высокий показатель, а стоимость лидов в 27 рублей сравнима с брендированной контекстной рекламой. И для медийного размещения это абсолютно уникальные показатели, что говорит о высокой эффективности наших медиаинвестиций. Как эта компания отработала на бизнес-результаты, Настя расскажет на следующем слайде. Несмотря на то, что это была единственная рекламная кампания категории в четвертом квартале, нам удалось продать более тысячи климатических комплексов два в одном. В городах, на которые мы таргетировались, рост продаж увеличился в 6,5 раз. И здесь мы говорим не только про онлайн, но и про оффлайн, потому что на тот момент это четвертый квартал. В тех городах, на которые мы таргетировались, рост продаж увеличился в 6,5 раз, как в онлайне, так и в оффлайне. А также наша премиальная модель климатического комплекса, которая была героем рекламной кампании, стала бестселлером в официальном интернет-магазине Philips по итогам всего года. Почему важно это отметить? Компания Philips производит и предлагает огромное количество продукций, многие из которых были поддержаны с большими медийными инвестициями, либо являлись более понятными для аудитории. И несмотря на это, именно климатический комплекс стал бестселлером в нашем официальном интернет-магазине. Мы считаем это очень хорошим бизнес-результатом. Ну а помимо бизнес-результатов и результатов медийной кампании, наверное, самым важным будет отметить ту основную цель, которую нам удалось достичь с помощью этой активации. А именно рассказать сотням, тысячам и миллионам людей о том, что такая проблема существует и на нее действительно нужно обращать внимание. А тысячам семей помочь решить эту проблему с помощью техники Philips и позволить людям внутри их дома дышать, собственно, здоровым, чистым, качественным воздухом. На этой замечательной, позитивной ноте наверное, хочется закончить наш кейс. Пожелать всем здоровья. Большое спасибо за внимание.